И последний метод, на который я хотела бы обратить ваше внимание, это метод, который называется ЗАЗА, очень похоже, я думаю, что вы слышали эту песню, особенно, может быть, кто постарше, я просто обожаю вот Джо Досена, и у него есть такая песня ЗАЗА, да, но на самом деле здесь не она имеется в виду, а это способ мыслить очень гибко в противовес концепции за и против. И вот, кстати, мне очень интересно и так радостно наблюдать за тем, что мы уже, ну, как бы в нашем академическом сообществе наши преподаватели отходят от концепции за и против, да, а говорят о том, что нет неправильных точек зрения, просто, ну, все точки зрения заслуживают внимания, просто некоторые из них еще не совсем доработаны, да. И вот как раз-таки этот метод, он предлагает рассмотреть только позитивные характеристики различных точек зрения, да, уйти от концепции за и против, посмотреть, что же есть позитивного в том, что мы могли бы считать против в какой-то другой связи. И этот метод был сформулирован профессором Джейсоном Уолтом, он предлагал своим студентам провести брейнсторминг, ну, в качестве упражнений, в качестве просто примера, да, брейнсторминг самых ужасных ресторанов в мире. И студенты ему накидали несколько идей, например, нету сидячих мест в ресторане, это плохо, или, например, ресторан под открытым небом, да, то есть как бы нету здания, какой-то там киоск и так далее. Ну, то есть определенные разные негативные характеристики вот ресторана они ему накидали в процессе данного брейнсторминга, затем профессор попросил их взять каждую из этих негативных характеристик и трансформировать ее во что-то позитивное. И вдруг оказалось, что если поменять угол зрения, то ресторан без сидячих мест, это прекрасно, потому что будет больше оборота, да, люди не будут задерживаться в нем, ресторан под открытым небом, это тоже совершенно прекрасно, потому что ужин, значит, под звездами, это уже звучит романтично, да, это уже, скажем так, даже где-то какая-то определенная фишка ресторана и так далее, там бесподобно. То есть вот каждое негативное качество они трансформировали в позитивное, создавали новые идеи для ресторанов, новые названия, новые дизайны, новые какие-то рекламные кампании. То есть они задействовали целый спектр междисциплинарных навыков и критическое, и креативное мышление, коммуникационные какие-то способности и, несомненно, презентационные способности. И вот благодаря таким упражнениям студенты перестают, извините, бояться, перестают лениться думать. Это очень-очень как бы поощряет их думать и даже, собственно говоря, выдвигать самые невероятные точки зрения. То есть, ну, вот таким вот образом мы получили список из десяти методов формирования критического мышления. Конечно, не все десять подойдут каждому преподавателю в каждой дисциплине, но, тем не менее, здесь уже есть определенное поле выбора. И еще один метод, который я хотела бы бонусом дать напоследок, этот метод называется «почему бы и нет». То есть, когда мы видим какой-то совет или мы слышим совет от наших коллег, почему бы и не попробовать плохого, от этого точно ничего не будет. Поэтому, пожалуйста, я очень надеюсь, что вы получили тоже какую-то определенную пищу для размышлений. Почему бы и нет начать пробовать не только вопросы, но и какие-то другие методы развития критического мышления. Я, опять-таки, поблагодарю вас, коллеги, за ваше активное участие, за очень интересные комментарии. Действительно, сегодня было очень интересно, оживленно и для меня, например, лично очень полезно. Я даже уже думаю о том, что надо какие-то моменты будет переслушать немножко попозже. И если, может быть, у вас появились еще какие-то комментарии, которыми вы хотели бы с нами поделиться, сейчас самое время. Если есть вопросы, то тоже, пожалуйста, сейчас самое время их задавать. Спасибо. 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 Спасибо.